Проект от «Чистого сердца-2» протяг аналогичного проекта, который реализовался в минулом году. Правда, тогда подарки и корыстные речи сбирали для малозабеспеченных и шмадетных семей, а также беженцев из Луганска и Донецка областей. Зараз в центре уваги молодые инвалиды. Первыми у денег акции стали люди с обмежеванными махчимостями, которые проживают в доме-интернате Васильевка Гомельского района. Их запросили в самую великую картинную галерею, якая находится на территории области, для познайомить творчество с участок мастаков и уручить подарунки. Мы должны сегодня этим людям, люди, которые имеют ограниченные возможности, показать им, что все же мир наш, наверное, добрее, и люди наши добрее, и отзывчивее. У денег акции прознаются для шмадка гозык, убаченное, соправдное открытие. Ничего аналогичного они в своем житии еще не видели. Особливо великое урожение после знакомства за картинами святогорской мастачки любой вируснак. У женщины не працуют руки и ноги, а тому подчас работы над творами она тримает пензель ротом. У неким роде это так само подарунок на конкретном прикладе переконаться, что инвалидность – это не приговор. У нас была учительница, она истории пропадала, она тоже у нее, она без одной ноги и без рук была, с протезами ходила. Я, короче, тоже рисовала ногой и писала ногой. У меня такое сейчас ощущение, где-то вот даже легче, душой даже легче. Что я так вот говорю, мне даже душой легче, что я здесь. Сегодня на Гомичине проживают, когда 600 молодых инвалидов. В рамках проекта от «Чистого сердца-2» для их меркуется организовать некаких ранечников. Тым, кто приехать не сможет, урожить подарунки по месту жихарства. Головное – не покинуть никого без уваги. Общение тех людей, которые оказались даже вот в интернатах, они хотят общаться с теми людьми, которые живут в семьях, с теми же детьми, с теми же общественными объединениями. Для них это огромная радость. Доброчинная акция от «Чистого сердца-2» притягнется до 13-го студеня. Все летая она проходит под патронажем областного выконавчика комитета. Сирот-организатору так само теле радиокомпания «Гомель», областная организация «Червоного крыжа», Гомельская епархия Беларуской православной церквы. Не бояковась залез у инших. У опочной годы это становится отметной рысой жихаров Беларуси. Некто может лечить это саправды неверогодным, але шматы, какие молодые инвалиды, николи не были бы дай у самым знакомитым местом Гомеля, на территории Палацево-парковых ансамбля. По великим рахунку им не хапает «Звычайных человечек-зносин». Доброчинный проект от «Чистого сердца-2» закликан на хотя бы частково выправить эту ситуацию. Даречи, аквирование для молодых инвалидов сегодня принимается во всех организациях «Червоного крыжа». Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель».